На Вести ФМ 103, Дагестанское радио. Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире Росгвардия и у микрофона Канёна Каева. Каждый год во вторую субботу августа в России отмечается праздник здорового образа жизни – День физкультурника. В 2023 году он выполнен 12 августа. Сегодня ЗОЖ в тренде. Массовая пропаганда физкультуры началась в России в конце 20-х годов. Тогда прошли первые спартакиады. И с тех пор правительство не сворачивало с выбранного курса, понимая, что спорт – здоровье нации. У нас сегодня гость в студии – инструктор по профессиональной служебной и физической подготовке группы кадров отдельного батальона полиции вне ведомственной охраны управления Росгвардии по Республике Дагестан, капитан полиции Ахадов Мурат Хамалдинович. Мурат Ахадов – чемпион мира, чемпионный призер Европы по ушу СНД и серебряный призер Олимпийских игр. Давайте начнем разговор с того, какую роль вообще играет физическое воспитание в нашей жизни. Добрый день всем радиослушателям. Наверное, даже основной после воспитания. Потому что физически развитым и готовым должен быть любой мужчина, а представитель силовых структур уже вдвойне обязан быть. Тем более нынешнее время очень актуальна и физподготовка, и профессиональная подготовка. Поэтому без физкультуры никак. Мурат Хамалдинович, хотелось бы, чтобы вы рассказали о себе, как начинали заниматься спортом. Я, как и все детишки, любил игровые виды спорта. И с учетом того, что в мое время не было соцсетей, толком не было даже таких кабельных каналов, которые, как сейчас показывают, там и мультфильмы, и сказки и так далее. Мы вынуждены были расти на улице, активный образ жизни вели, и все игры были очень такие в динамике, которые проходили. Любую можно вспомнить. Поэтому, скажем так, как и все дети, определенная спортивная подготовка, наверное, была у всех того времени. Где-то лет 16-17 полных не было. Два одноклассника выступали на чемпионате Дагестана по Урсанда, вернее, первенство тогда было. И вот мы пошли поболеть с того времени. Это был 95-й год зимой. Уже в марте, 15 марта, я записался к тренеру Чаптиву Багавдину Саудиновичу. На тот момент он был начинающий тренер, где-то около двух лет тренировал. В дальнейшем он стал заслуженным тренером России, воспитал трех чемпионов мира. И вот так началась моя спортивная карьера как спортсмена. Не сразу я как бы втянулся, но с учетом выезда, увидев, что это приносит какое-то удовольствие от победы, уважение, авторитет. И вот так втянулся, начал профессионально заниматься. Со временем, уже в начале 2000-х годов, еще тогда у нас был министром МВД Агельгирей Магомед Агиров. И был такой, а сейчас тоже есть, он очень близкий для нас человек, это Хаштихов Магомед Амарович. Вот благодаря этому человеку, он возглавлял, был замначальника отдела по работе с личным составом, я отвечал за физподготовку в МВД. Они вот так нам предложили, мы устроились, многие у нас ребята были, которые уже отслужившие. И вот так я попал в систему МВД, потом за МВД очень удачно выступали, выигрывали. В частности, я выигрывал два раза чемпионат России среди МВД, это 2007-2009 год, и не раз был призером. Потом выигрывали чемпионаты России, международные турниры по комплексным наборствам. Даже такие турниры, как договор от ДКБ, назывался турнир о договоре коллективной безопасности. И таким образом, в 2016 году переключились, просто была создана уже Росгвардия и внутренние войска, и представители СОВР, ОМОН, вне ведомственной охраны, вот где я до сих пор, мы как бы автоматом уже стали сотрудниками Росгвардии. Особое внимание в Росгвардии уделяется спорту высших достижений. В спортивных подразделениях ведомства служат спортсмены высокого уровня, которые успешно выступают на мировых чемпионатах и чемпионатах страны. Высокая физическая подготовка необходима сотрудникам и военнослужащим ведомства для качественного выполнения служебно-боевых задач. В Росгвардии ежегодно проводятся чемпионаты и турниры по различным видам спорта. Мурат, как часто приходится применять боевые приемы полицейским при задержании преступника? Ну, по ситуации, допустим, в частности, если говорить о том подразделении, где я работаю в неведомственной охране, у нас есть группа захвата. Вот эти ребята, которые выезжают на вызов в случае ограбления или проникновения на те объекты, которые по договору закреплены за неведомственной охраной. И, соответственно, в этом подразделении, вот группе захвата, там такие подтянутые ребята, спортивные. Их часто мы привлекаем и на соревнованиях участвуют, они хорошие результаты дают, выигрывают чемпионаты Дагестана, бывают чемпионами СКО, кто-то и на чемпионат России участвует там. Естественно, и пьяные люди бывают, и по другим моментам, которые попадают, хулиганство и так далее. И, соответственно, приходится применять силу, и зачастую это очень удачно и помогает, и эффективно, как говорится, с малыми потерями и жертвами. Остаемся в выигрыше. Как я уже отметила, среди сотрудников Росгвардии немало призеров, участников различных соревнований. В данный момент как раз, вот мы сейчас провели утреннюю тренировку, мы сейчас в данный момент готовимся на чемпионат войск, который будет проходить в Кисловодске 21 по 25 августа. Это по комплексному меденоборству. Такой прикладной вид спорта очень интересный, где есть и ударная, и борцовская техника. Сейчас здесь у нас занимается основная часть, это представитель Дагестана, ну, с разных частей, террорганов. Есть представитель Кабальдино-Балкарии, Осетии, Чеченской республики, ну, сборная команда СКО. Буквально осталось вот 3-4 дня. Там тоже у нас есть ребята, которые входят в состав спортивной команды, и они, естественно, такие более титулованные ребята, поэтому они в спортивной команде, которая зачастую приносит хорошие результаты. Ну, из таких известных, наверное, много кто знает, это Салин Гирей, Расулов, чемпион ICA он был. Он в свое время выходец тоже базовый представитель Уш-Санда. Выигрывал чемпионаты мира по рукопашному бою. Не раз выигрывал вот эти соревнования, именно чемпионат войск по комплексному и рукопашному бою. Также Чамсаев Ислам, мастер спорта по боксу, стабильно выигрывает или бывает призером, тоже тренируется. Также в спорткоманде у нас там Шахрудин Магомедов входит в состав сборной спорткоманды. Ну, и еще ребята там, может быть, их имена не говорят о многом. Также вот, опять-таки, на сборах у нас есть такой боец, он представитель СОБРа, это Абдул Муталиб Гайрбеков. Не так давно выиграл, он бой посвящал как раз своим погибшим коллегам на СВО. В частности, он сам уже два или три раза там был в командировке. Ну, такие ребята, когда получается, есть мероприятие, нам делают освобождение. И руководство даже в это сложное время идет навстречу. В пользу случаем хотелось бы отблагодарить их от ребят, от себя лично. И насколько можем, как бы готовимся. Потому что, находясь, например, также за территорией республики, там, страны, тем более на СВО, очень тяжело поддерживать форму, как бы не до этого. Ну, и здесь тоже, когда ты на работе, дежурство, наряды там, да, это устаешь. Ну, с учетом этого, очень хороший уровень. Это я, как бы, более направление у меня ударных видов. Ну, я также могу сказать, что и по дзюдо, по самбо у нас, по стрельбам. Вот сейчас тоже мы на чемпионате войск заняли третье место. Несколько ребят, в том числе девушка, выполнили норматив мастера спорта по стрельбе. Это просто обычные работники, кто в СОБРе, кто в отделах кадров работает. Ну, когда нужно, могут применить то, что умеют и свой талант использовать. Давайте вернемся конкретно к вашему виду спорта. Вы специализируете на ушу санда и кунг-фу. На каком уровне эти виды спорта вообще у нас в республике? Ушу санда на очень хорошем уровне, но с учетом того, что ММА очень сильное влияние оказывает, и выходцы, именно представители ушу санда, скажем так, ударная подготовка у них на хорошем уровне, поэтому буквально пару лет, если они как перейдут в смешанное единоборство, у них большие шансы выступить на самом высоком уровне. Многие выходцы именно с этого вида в данный момент тоже есть действующие бойцы, ну, самой такой элитной организации, UC, Белатаре, там, и в разных наших этих организациях многие чемпионами являлись и сейчас являются в некоторых организациях. Поэтому вот в этом плане есть небольшой спад, особенно, наверное, на взрослом уровне, потому что они студенческие годы, многие из горных районов, сел приезжают сюда, и изящные тоже понимают, что этот вид, как бы, он больше дает популярность, а молодым что нужно? Известность и финансовую, как бы, необходимость. Поэтому многие переходят туда. И мы будем снять. Да, оно вот как бы, ну, я не в обиду там другим видам, просто если сравнивать, например, с других ударных видов, мало ребят, которые удачно выступают. Я не говорю, что их нет. Ну, если сравнивать с Ушу Саньда, то там уже даже процентов 20 не тянут, потому что в этом виде как-то более подходит для смешанных. В кунг-фу так положение, конечно, поскромнее, но, опять-таки, в этом виде тоже основной выходцы того же вида Ушу Саньда тоже проводится. Недавно вот буквально я приехал с первенства России, пока был в отпуску, отвозил команду. Там тоже удачно выступили. У нас есть несколько чемпионов, призеров. Ну, как обычно, дагестанская команда в лидерах. Да, стабильно занимаем командные первые места. И в этом же направлении дальше стараемся работать. Что Вы можете пожелать тем, кто, возможно, вот только начал свою карьеру? Это не только сотрудники, это и обычные граждане? Ну, спортсменам, которые вот планируют что-то добиться, я советую не останавливаться на ЧТМ и идти к своей цели. Пусть ставят самую высокую планку, и идут многие известные спортсмены, тоже это отмечают. Да, я сам как бы прошел первоначально, когда, скажем так, даже когда выиграл первенство города там среди ровесников, и то мне казалось, что это такое серьезное достижение. Потом выигрывает там первенство России уже, и думаешь вообще это такого уровня там. А на самом деле проходят еще годы, и ты понимаешь, что это всего лишь там детские соревнования, и когда ты уже самую высокую там, то, что есть в этом виде, ты добиваешься, ты понимаешь, что лет пять назад в это сложно было поверить. Но труд и слаженная работа с тренером, правильный образ жизни, не только вот в плане дисциплины, вообще и человеком тоже надо быть достойным, воспитанным-то, потому что, ну, практически большие спортсмены, скажем таки, титулованные, легендарные, там зачастую это процентов 90, это хорошие люди сами по себе, потому что трудолюбивые, селенаправленные, и будучи, как говорится, там плохим человеком, ну, редко Всевышний дает тебе такой шанс добиться и получить известность. Ну, есть, конечно, исключение. Поэтому, если уже начали, неважно, какой вид спорта. Я вот, например, любитель, у меня как хобби было шахматы. Сейчас тоже я участвую. Даже на любительских соревнованиях, конечно, среди гражданских очень тяжело. Там уровень другой, там совсем маленький, юный ребенок, там восьми лет может обыграть, потому что там нет весовой категории и так далее. Как бы выступая, вот, не раз выигрывал чемпионат университетной охраны, управление университетной охраны, был призером чемпиона Дагестана, ездили на СКО, но там, правда, призовых нету. А так, неважно, какой вид спорта, главное, раз выбрал, с уважением относиться к этому виду и работать. Слушаться тренера, поддерживать, понимать родителей, которые поддерживают тебя. И придет время, вы работаете на имя, потом имя будет работать на вас. Спасибо за то, что пришли. Спасибо вам. Дальше успехов. Для радиослушателей напомню, это была рубрика в эфире Росгвардии. И я, ведущая Камила Макаева. Всего доброго, до свидания.